Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Для меня огромная радость быть снова с вами на программе «Манафест». Наши программы, транслируемые из Израиля, самые рейтинговые по количеству просмотров. Я считаю, что это можно объяснить тем, что христиане по всему миру считают Израиль своей родиной. Здесь произошло искупление, и однажды царь, царей и Господь господствующих будет царствовать отсюда тысячу лет, о чем нам повествует Библия в 20 главе Откровения. Я нахожусь в одном из моих самых любимых мест. У меня их много, но именно здесь Господь коснулся меня особенно, когда я впервые приехал в Израиль. Это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад находится внизу от восточных ворот. Нужно спуститься от восточных ворот в долину Кедрон. Мы читаем в 18 главе Иоанна, что до своего ареста Господь Иисус перешел в Кедрон и вошел в сад Гефсиманский, чтобы молиться. Сегодня хочу говорить не только о том, что произошло в саду, но и о том, что происходило в период между Гефсиманией и Воскресеньем. Этот период содержит в себе немало тайнок. Мало кто из проповедников вообще проповедует о том, что происходило в эти три дня и ночи, когда Христос находился в недрах земли. Чтобы напомнить вам, что происходило, я буду читать из Евангелия от Луки. Не забывайте, что Лука был врачом, поэтому ему важны были подробности, которые характерны только его изглажению Евангелия. К примеру, он более подробно описывает непорочное зачатие. Знаете почему? Потому что он врач, и он прекрасно понимает, как именно происходит зачатие. Поэтому рождение от Дзева является чудом. Также подробно он описывает страдания Иисуса в Гефсиманском саду. Я прочитаю. Ивыдзи пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики Ева. Придерженное место сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня. Это расстояние зависит от того, как сильно вы бросите камень. И, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении... Вот тут я хочу обратить ваше внимание на слово «борение». На греческом это «агония». Одно из значений этого слова — соревнование или сражение. Два римских воина сражались друг с другом, пока один из них не одолеет другого. В римской борьбе в те времена использовалось слово, которое мы видим в шестой главе Ефесиным. Там написано «Наша брань не против плоти и крови». Когда сражались два римских воина на мате, то один жал до тех пор, пока второй не сдастся, и проигравшему выкалывали глаза. Он на всю жизнь оставался слепым. Именно это слово употребляет Павел в послании к Ефесиным. «Наша брань не против плоти и крови». Вот в какую серьезную борьбу мы с вами вовлечены. Лука употребляет слово «агония» или «борение». Находясь в Борении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Часто в наших турах по Израилю я слышал, что где-то в земле под нами есть кровь самого Иисуса. Хотя мы должны помнить, что сейчас земля, по которой ходил Иисус, находится много метров глубже. Накопилось много пыли. Не знаю, что это значит для вас, но мне это всякий раз напоминает, что Он совершил для меня. И находясь в Борении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите. Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если вы посещаете христианскую церковь, то в любой части мира вы слышали пасхальную историю, произошедшую в израильский праздник Песа, который мы называем Пасхой. Вы слышали о том, что в Гефсиманском саду отстекал с олба Иисуса, лидия капель крови. И затем послышались шаги тех, кто пришел арестовать его. Количество воинов было 600 человек. Многовато для ареста одного Иисуса. Наверное, они слышали о том, что он ходит по воде. Возможно, для его поимки понадобится немало людей, ведь есть вероятность побега. Однажды он уже избежал смерти, когда в Назарете его хотели столкнуть с горы, и также когда его хотели повить камнями в Иерусалиме. Поэтому они решили взять с собой большой отряд воинов. Интересно то, что мы видим в 17 главе Иоанна. Эту часть истории не замечают многие христиане. Когда огромный отряд воинов пришел в Гессиманский сад, Иисус спросил, «Кого вы ищете?» Они сказали, «Иисуса из Назарета». Иисус им отвечает, «Я и есть Он». В переводе Библии короля Иакова слово «Он» написано курсиво. Но на 1611 году, делая перевод Библии, они вставляли слова, которые сделали бы речь более грамотной с точки зрения английской грамматики. Иисус на самом деле сказал так, «Это Я». И после того, как Он произнес «Это Я», обратите внимание, они отступили назад и пали на землю. 600 человек, услышав «Это Я», пали на землю. Вы помните, в Ветхом Завете, когда Моисей услышал имя Бога «Я есмь»? Если сопоставить иврит Ветхого Завета, и греческий язык Нового Завета, и слова, которые здесь произнес Иисус, то будет абсолютное совпадение. Говоря им эти слова, Он как бы показывает, что у них нет власти, чтобы схватить его. Он добровольно сдается в их руки. Мы знаем, что Петр взволнован, он хватает меч, он хочет доказать Иисусу свою любовь. Я лично думаю, что он метил голову, хотел отрубить голову этому парню. Нет, я серьезно. Но, к счастью, он только отсекает ему ухо. Ухо падает на землю, и это уже интересно. Иисус наклоняется и поднимает ухо из пыли. Возможно, он даже сдул с него пыль, и затем приложил его к голове воина и срастил одно с другим. Многие, читая это место, пропускают значимость данного действия. Мы думаем, ну здорово, Иисус совершил чудо исцеления. Нет, Иисус спас Петра от смерти, исцелив этого парня. Если бы этот парень пострадал от руки Петра, того бы арестовали, как напавшего на слугу первого священника. Представьте, если бы этот слуга потребовал ареста Петра, а он слышал, как Иисус назвал его по имени, «Арестуйте Петра», он отсек мне ухо. Вы понимаете, о чем я? Ну, ладно, идем далее. Я вижу в этом первое доказательство того, что Иисус сделал все, чтобы уничтожить любые сведения, которые могли кого-нибудь осудить. Подумайте об этом, об ухе. Он не дал им возможности обвинить Петра. Он говорил Петру, «Сатана просил сеять тебя, как пшеницу, но я много молился о тебе». То есть Иисус сделал так, чтобы обвинения не посыпались в сторону Петра, чтобы он не был осужден, дабы жизнь его не закончилась преждевременном. Это послужило вступлением к тому, что он совершит искупление, которое разрушит все доказательства греха, которые Сатана вменяет вам в вину. Мы знаем, что случилось дальше. Христос был осужден и пошел на крест, где он был распят. Но здесь есть один любопытный факт. Когда мне было где-то 18 или максимум 20 лет, я проповедовал на эту тему. И есть те, кто слышали тогда мою проповедь. Она есть у нас в архивах. Я был очень рьян. Не думаю, что могу говорить об этом так подробно, как тогда. Итак, Иисус не просто ушел в мир и ночь. Помните, в Библии Иисус говорит, «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Многие христиане думают, что имеется в виду, что три дня Иисус был в могиле. Но позже авторы Нового Завета говорят нам, что это не так. Об этом, к примеру, говорится в послании к Ефесян. Но, внимание, прежде чем он вошел, он не сшел в преисподние места земли. И также говорится, он пленил плен и дал дары человекам. Петр говорил, что Иисус проповедовал находящимся в темнице духом. Чтобы понять эти утверждения, вы должны понимать, куда попадали праведные и неправедные после их смерти, до того, как Иисус был распят. Согласно 16 главе Луки, неправедный человек попадал в место под названием ад. Еще использовалось место преисподня. Из Писания как Нового, так и Ветхого Завета, мы знаем, что там был огонь. Когда умер богач, в 16 главе Луки он попал в ад, который был под землей. Между адом и небесами была огромная пропасть. Праведные и неправедные были отделены огромной бездной между ними. Итак, в 16 главе Луки говорится о некоем человеке по имени Лазарь. Это был не Лазарь, который друг Иисуса. Это человек с таким же именем, живший задолго до Иисуса. Лазарь почил на луне Авраама, а богач — преисподне. Их разделяла огромная пропасть. Но они обладали всеми чувствами — слухом, зрением, вкусом, осязанием и обонянием. Богач помнил, что у него есть пятеро братьев. Он помнил, что был богатым. Он жаждал и просил пить. То есть в загробной жизни у человека задействованы все пять чувств. Это важно понимать. Итак, со времен Первого Завета с Авраамом, хотя все началось еще во времена Ноя, но начиная с Первого Завета, Бога с Авраамом, души неправедных забирались ангелами в преисподнюю. Сейчас я назову вам причину. Грех родился не в Эдемском саду. Для людей, конечно, да. Но первый грех был совершен сатаной на небесах. В 28 главе Иезекииля, в 10 главе Луки и в 20 главе Откровения говорится о грехе, совершенном сатаной. Для этого Иисусу нужно было умереть. И в Евреям сказано, что Иисус окропил небеса своей кровью, что дает мне сегодня доступ на третье небо, то есть в рай, а не в преисподнюю. Как сказано во Втором Послании к Коринфянам, 12 главе. В некоторых преданиях Ранней Церкви говорится о том, что происходило с Иисусом в эти три дня и ночи. Его дух и душа покинули его тело, и он пошел в рай, находящийся в недрах земли. Это очень интересно. Жаль, что у меня нет всех моих записей. Я не знал, что буду об этом проповедовать. Но в преданиях Ранней Церкви есть много интересной информации о том, что делал Иисус, спустившись в недрах земли. Вы помните, в Писании сказано, что некоторые мертвые воскресли, когда воскрес Христос. Эти воскресшие святые поведали, что делал Иисус, находясь в недрах земли. Это очень увлекательно. Спустившись в недрах земли, Иисус встретил каждого пророка, который пророчествовал о нем. И когда он предстал перед ними, Исайя воскликнул, «Вот тот, о котором я говорил, что он родится от Девы, и нарекут имя ему Эммануил». Исайя начал проповедовать. «Я понимаю его настроение». И потом поднялся Давид и говорит, «Это тот, о котором я говорил в псалмат, что ему пронзят руки и ноги». Итак, Иисус свидетельствовал о том, что все пророки, которые когда-либо говорили о нем, говорили истину. Он должен был забрать их оттуда на небеса. Для того, чтобы ему законным образом победить смерть и ад, а на самом деле ад — это злой дух, греческая мифология называет его Богом, но это на самом деле демон, стоящий под сатана. Для того, чтобы ему одолеть демона по имени Смерть, если вы помните мою книгу «Хроники священной горы», то вы понимаете, о чем я. Смерть — это злой дух, и ад — это тоже злой дух. Это два падших духа. Чтобы Иисусу их одолеть, он должен доказать им, кто он. Поэтому пророкам нужно было доказать, что это он. Представьте себе Моисея. Он, наверное, воскликнул без ума от радости. «Это тот медный змей, которого я вознес вверх, а Авраам...» Вы помните, как я вошел с Исааком на гору Мориа, но был еще кое-кто, кто прыгал от радости. Можно и мне сказать, но ему не давали. Можно я тоже кое-что скажу, но ему не позволяли. Когда Иисус рассказал о том, что он пролил свою кровь и принес искупление, он сказал «А теперь слово этому человеку». И тот произнес «Я был вором и висел на соседнем кресте». Он сказал «Я не имел надежды, я был уверен, что меня ждет ад, но когда его распинали рядом со мной, я услышал, что он тот, кто исцелял и совершал чудеса. Я услышал, что он прощает грехи, поэтому я попросил его вспомнить меня в царстве его. Поэтому, когда он говорит о своей крови, я тому свидетель. Он умер раньше, чем умер я. Я видел, как ему пронзили бух копьем, и оттуда пошли вода и кровь. И после трех дней проповеди пробуждения вдруг врата ада поколебались. И вдруг земля в Иерусалиме затряслась. И поскольку это моя проповедь, я как хочу, так и проповедую. Поэтому я скажу, что сатана был в растерянности. Он спросил, что происходит. Он проверил. Иисус был в недрах земли, и первый, и второй, и третий день. Он задал вопрос о том, что происходит, духу ада и духу смерти. Они сказали, да, он был здесь все эти три дня, но сегодня утром кое-что произошло. И сатана спрашивает, а что произошло сегодня утром? Я представляю, что смерть и ад ответили ему. Мы слышали, что врата ада затряслись. Мы никогда раньше не слышали подобных звуков. Мы услышали шаги, а потом стук во врата ада. Мы спросили, ты кто? Зачем ты здесь? И странный голос ответил, меня зовут Победа. Я пришла за Иисусом. Ад и смерть сказали сатане. Ты не поверишь, что случилось этим утром. Иисус вышел из могилы. Воскрес из мертвых и забрал ключи от ада и смерти на ту сторону земли. Он забрал всех праведных из ада, абсолютно опустошив это место. И Библия говорит нам в Евангелии от Матхея 27 главе, что на улицах Иерусалима видели многих святых, которые когда-то умерли. Представьте, вы идете по Иерусалиму, и ваш дедушка умер пару месяцев назад. Вы думаете об Иисусе. Я думал, он мессия, а теперь он мертв. И вдруг вы слышите голос. Эй, внучек, привет! Это ваш дедушка. Очевидно, что они узнали этих людей. Они знали, что это святые, согласно Евангелию от Матфея. Итак, какая ложь, сказанная на земле, была самой страшной? Мы можем предположить, что это ложь, сказанная змеям в саду. И будете как боги. В какой-то степени Адам и Ева стали как боги, познав добро и зло. Но сатана обманул. Он сказал, что они не умрут. Это самая большая ложь. Они умерли. Вторую по величине ложь мы видим уже в Новом Завете. Забавная история. Нескольким воинам заплатили, чтобы они солгали, что пока они спали, ученики украли тело. Если мы посмотрим римский закон, то заснуть на посту, когда ты приставлен к месту, на котором стоит римская печать, каралась смертью, таких людей сжигали заживо. И к тому же Джош Макдаул, великолепный библейский исследователь, говорит о том, что обычно к охраняемому месту приставляли от 12 до 16 воинов. То есть, если на месте есть римская печать, его охраняют 16 воинов. Когда Иисус умер, ученики его сидели за запертыми дверями. Думаете, они могли проскользнуть через 16 спящих, к тому же вооруженных воинов? Неужели они аккуратненько переступили через их тела посреди ночи и при этом никого не разбудили? Затем отогнули двухтонный камень и, зайдя в гробницу, они размотали тело, завернутое в десятки килограммов ткани со специей, оставили кокон и вытащили тело, да еще так, чтобы не разбудить 16 спящих воинов. Если вы в это верите, то я нашел для вас планету, на которой есть жизнь. Напишите, я вам скажу, где. Я уверен, найдутся те, кто напишет. Это часто бывает. Поэтому я скажу вам любопытную вещь. Самая большая ложь звучала так. Они украли его тело. Как христианская церковь может доказать, что тело Иисуса не было украдено? Это возможно доказать? Да, возможно. Не достаточно просто вашего убеждения, и невозможно кого-то убедить, если человек уже уверовал в ложь, но все дело в том, что произошли две невероятные вещи. Они произошли в Иерусалиме. Во-первых, на учеников извился Дух Святой. Когда эти галилеи не начали говорить на разных наречиях, это было исполнение обетованием, и это потрясло весь город. В итоге три тысячи человек обратилось к Господу. И во-вторых, исцеление храмово в третьей главе Деяния. Сейчас это уже не те ворота, что были во времена Иисуса. Они находятся глубоко под землей. Храмой сидел у ворот храма. Он не мог войти в храм. Когда храмой, которого все видели у храма, вдруг исцелился, учеников спросили, «Как вы это сделали?» Они ответили, «Мы сделали это во имя Иисуса». Но послушайте, имя мертвого человека не имеет такой силы. Если взять любую религию мира и молиться во имя лидера этой религии, то чудо не произойдет. Но если помолиться во имя Иисуса, то вы увидите чудо. Это происходит уже почти две тысячи лет после того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса. Этим посланием я хочу показать вам одну очень важную вещь. История искупления — это нечто большее, чем просто смерть на кресте и воскресенье. Много всего важного произошло в те три дня и ночи. Все это началось прямо на месте, где мы сейчас стоим, в Гефсиманском саду. Вы видите, что стволы оливковых деревьев очень старые. Недалеко отсюда находится церковь для всех народов. Говорят, что некоторые из этих деревьев уже росли здесь в те времена. Помните о том, что Иисус совершил для нас с вами для искупления, спасения и вечной жизни. Если вы еще не приняли Иисуса Христа своим Спасителем и Господом в вашей жизни, то непременно сделайте это. Я нахожусь в туре по Израилю с моими партнерами. Мы сейчас в Гефсиманском саду. Прошу вас послушать дальнейшую информацию. Мы расскажем, куда мы приедем послужить. Также мы проведем несколько конференций. А еще у нас будет для вас очередное предложение. Воздайте Богу славу! Спасибо, что вы с нами и смотрите программу Манафест. Сейчас сезон трех еврейских праздников. Дня Искупления, Дня Трупп и Праздника Кущи. Я верю, что в период между Днем Трупп и Праздником Кущи существует окно, когда Бог особенно слышит наши молитвы, и это время, когда вы можете получить четкое видение для своей жизни перед Новым Годом по Божьему календарю. Согласно Его календарю, Новый Год начинается не 1 января, как мы привыкли считать. И также по еврейскому календарю, Новый Год — это время благоволения Господа. Не знаю, как насчет вас, а я лично нуждаюсь в Его благоволении. Итак, для чего я вам это говорю? Как вы знаете, программа Манафест транслируется по всему миру 52 недели в год. Плюс в разных странах программу могут транслировать в разные дни. Люди смотрят программу по компьютеру, в своих гаджетах и на мобильных. Лишь одну неделю в году мы делаем то, о чем я хочу вас спросить. Как вы знаете, обычно в конце программы мы предлагаем вам приобрести наш ресурс, и это помогает нам оплачивать трансляцию нашей программы. Но сегодня я прошу вас присоединиться ко мне и моей супруге и сделать одноразовое пожертвование в поддержку выхода в эфир этой программы. В год на оплату трансляции у нас уходит 5,5 миллионов долларов. Обычно мы покрываем сумму с помощью проданных ресурсов. Но если Бог благословляет вас через нашу программу, то я прошу вас на этой неделе сделать пожертвование в служение «Голос Евангелизм» по адресу, который вы видите на экране. Также вы можете позвонить нам по телефону, указанному на экране, и сделать ваши пожертвования. Если вы получаете благословение через нашу программу, то я прошу вас помочь нам, чтобы мы могли продолжать выходить в эфир. Я повторюсь, что сейчас в осенние праздники, время особого окна небесного, и поэтому мы просим вас сделать ваши пожертвования именно сейчас. Этим мы почтим то, что Иисус собирается совершить в будущем, а именно восхищение Церкви и Тысячелетнее Царство. Все это Господь сотворит в ближайшем будущем. Поэтому я прошу вас поддержать нас в это особенное время. Благодарю вас за молитву, за оказанную поддержку в прошлом, и то, что вы хотите оказать сейчас. Уже скоро наш график служений на этот год подойдет к концу. Я не хочу, чтобы вы пропустили эти служения, поэтому посмотрите на экран. Буду рад, если вы присоединитесь ко мне на одном или на всех этих служениях. Отметьте эти даты в своем календаре. Также вы можете зайти на наш веб-сайт и проверить, где и когда мы будем проводить наши служения, чтобы вы могли стать частью Божьего движения уже в ближайшем будущем. Многие из вас слышали, что мы собираемся запустить библейскую школу онлайн, в которой смогут учиться люди со всего мира. Это важный проект. Я никогда не думал, что стану учителем, но именно этим я и занимаюсь. Если вы смотрите нашу программу, вы знаете, что я много учу. Очень часто мы показываем вам отрывок проповеди с богослужением. Недавно мне задали вопрос, почему вы часто не идете в проповеди четко по своему конспекту. Я объясняю это тем, что проповедь переходит все динаминационные рамки, вне зависимости от того, кто вы, баптист, пятидесятник, методист и так далее. Учение больше походит не на лекцию, а на разговор. Я проповедую определенным группам людей в той форме, которая более для них понятна, тогда как на собраниях в церквях люди больше воспринимают полноценную проповедь, когда Дух Святой и Сила Божия действуют особенным образом. Поэтому я, пожалуй, отношусь к учителям-евангелистам, хотя мне нравится и учить, и проповедовать. Проповедь может длиться один час, а на программе мы можем показать вам лишь 22 минуты из этой проповеди. Тогда как в моих уроках со Святой Земли, которые длятся 20-25 минут, вы можете услышать все от начала до конца. Наверное, в этом секрет популярности таких программ. Мы сейчас проделываем работу невероятного масштаба. Готовятся к выпуску, комментарии к ветхому завету. Книга будет огромной толщины. Ей можно даже будет пользоваться как гирей, чтобы позаниматься спортом с утра. Я не преувеличиваю. Она действительно очень-очень толстая. Вот такая примерно. Я напоминаю о нашей библейской школе и о том, что по вторникам мы проводим молитвенное служение. Я часто слышу от людей, что служение по вторникам в основном для молодежи. Но я хочу вас уверить, что это молитвенное для всех возрастов и всех деноминаций. Мы проводим их каждый вторник в 18.30 в Омега Центр Интернашн. Мы молимся в молитвенном амбаре. Вы также можете присоединиться, принести свою молитвенную нужду. Мы благодарим вас за поддержку, за ваши молитвы, за ваше партнерство. Если вы являетесь нашим партнером, то я надеюсь, вам нравится наша партнерская страничка на Фейсбуке, а также видео, которое я посылаю вам каждое утро. Я хочу поблагодарить вас за особенное пожертвование, которое вы приготовили на этой неделе, чтобы помочь нам выходить в эфир. Да благословит вас Господь! Пэрри Стоун приглашает вас присоединиться к нему с 3 по 7 октября в Омега Центр Интернашн. На мероприятии главные события. Спикеры Пэрри Стоун, Джензен Франклин, Рон Карпентер и Джон Килл Патрик. Поклонение будет вести Линдл Кули. А в субботу пройдет ежегодный осенний фестиваль. Для более подробной информации зайдите на наш сайт. Станьте частью главного события года. Увидимся! Пэрри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 21 по 31 ноября. Вы можете посетить город Петро в Иордании. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Места ограничены. Звоните прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»